Девушки отдыхают Когда я жила в Минске, работала уборщицей. Жизнь там не очень простая, зарплата не очень. Я мать-одиночка. У матери тогда был мужчина, который сказал, что он может устроить меня на работу в Финляндию. У него есть знакомый, у которого есть магазин одежды. Согласилась, сделала паспорт, визу и поехала. В порту дальше меня встретил мужчина. Сказал, что повезет к работодателю. А потом приехали в ту квартиру. Вот там Дмитрий был. Дмитрий сказал, что я ему должна 10 тысяч евро. Я удивилась тогда, что так много. Сказала, что, конечно, отработаю в магазине. Он тогда засмеялся, что нет никакого магазина. Забрал паспорт, мобильник. Потом вышел, вернулся с тем незнакомым мужчиной, который стал потом моим первым клиентом. Дмитрий приходил проверять, если у него плохое настроение или недоволен он чем-нибудь был. Он тогда мог побить. Еще говорил, чтобы я не смела никому ничего рассказать. И что он тогда в Митске всю мою семью прибьет. Вот, а потом я узнала, что я беременна. Однажды позвонили в дверь. Там был Дмитрий с помощником. Дмитрий потом меня посадил в машину, навез куда-то. И мы ехали, а я все думала о сыне и о ребенке будущем. И потом он остановился на заправке, чтобы заправиться. А я пошла, попросилась в туалет. Все, там я поняла, что либо сейчас, либо никогда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Помню, что бежала куда-то. Помню, что видела полицейскую машину. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Попросила у них помощь. Они отвезли потом в участок. Там они куда-то позвонили в какую-то эту организацию, которая помогает женщинам. Ну, там дальше помогли, объяснили, что со мной вообще произошло. Что я оказалась жертвой торговлей людьми. Я это только тогда поняла. Почувствовала, что я в безопасности, наверное. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА